Всем привет! С вами интернет-магазин Kikru и сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Samsung Samsung Galaxy Core Prime за цифровым индексом G361HDS К актуальную цену можем посмотреть по ссылке внизу видео. Давайте посмотрим что входит в комплект данного смартфона Итак, сам фарт-смартфон в сером цвете есть еще в белом Из технической документации здесь идет краткое руководство и гарантии на талон Аккумулятор емкостью 2000 мАч Зарядное устройство с выходом microUSB и кабель microUSB Стере гарнитуры в комплект поставки не входит Смартфон представлен в стандартном 4-факторе моноблок Имеет серебристую окантовку по периметру Дисплей 4,5 дюйма с разрешением 800 на 480 Внизу две сенсорные и одна механическая клавиша Также здесь фронтальная камера 2 мегапикселя и слуховой динамик Светодиода пропущенных событий в данной модели нет Справа расположилась кнопка включения Слева качель громкости Разъем 3,5 сверху Внизу микрофон и microUSB Задняя крышка матовая На ней следы от пальцев плохо остаются Здесь основная камера 5 мегапикселей со вспышкой и прорезью для мультимедийного динамика Задняя крышка съемная Здесь есть выемка, которая позволяет открыть Крепится на защелках Здесь два слота Micro SIM-карт И слот карты памяти microSD До 64 гигабайт Поддерживает данный смартфон Основное отличие данного смартфона От предшественника G360 Это новый Android 5.1 И соответственно другой процессор Основные их отличия Итак, смартфон Очень удобно лежит в руке Благодаря тому, что здесь матовая поверхность Он не скользит и дисплей здесь 4,5 дюйма Поэтому я легко дотягиваюсь до углов дисплея И легко можно управлять одной рукой Что очень удобно В толщину аппарата получился аппарат 8,8 мм В ширину 68,4 мм В высоту 131,3 мм При этом весит он 130 грамм Итак, запускается Профессионная система Android Идет здесь Надстройка над Android TouchWiz От компании Samsung По Профессиональному программному спечению Здесь лидирует, конечно, сеть сервисов От Google Также Здесь есть Радио Но Послушать у нас не получится Поскольку наушники Здесь используются в качестве радиоантенны А в комплект они не входят Также здесь есть диспетчер файлов Диктофон Заметки Калькулятор Календарь Плюс ко всему Здесь есть Яндекс.Навигатор Предустановленный Ватсап И Гугл Диск По Соответственно Настройкам Что можно сказать Первое, что хотелось Обратить внимание Я выставил яркость На максимальную Чтобы мы могли убедиться Посмотреть, насколько яркий дисплей И сразу сообщить Что здесь нет датчика приближения Освещения Точнее, освещения Поскольку Приходится вставляться вручную По настройкам Здесь в принципе Ничего Такого Нового Не изменилось Отмечу Что есть Экстремальный режим Энергосбережения Память Здесь 8 мегабайт Доступна Около 4,5 гигабайта Для пользователя Благо Можно расширить При помощи Карты Микро СД И Сама Версия Андро Здесь 5.1 1.1 По интернету Что можно сказать Здесь Идет Присановлено Это Конечно Google Chrome Достаточно удобный Браузер На мой взгляд Запоминает Вкладки Сервис По нему удобно Телефон Поддерживает Сети Стандарт 3G В рамках Этих возможностей Он Точно Шустро Загружает Сайты В данном Случае Мы грузим По Wi-Fi Но Как видим Точно Легко Справляется С нашим Сайтом Где Представлено Много Качественных Картинок Всплывающих Анимационных Меню И даже Есть Возможность Посмотреть Обзор Не выходя В другое Приложение Прямо В браузере Что Конечно Безусловно Очень удобно Посмотрим Как Будет Дисплей Вести На канале Ютуб Посмотрим Как Какие Углы Обзора И Также Посмотрим С вами Звук Единственное Нам Для этого Нужно Потребуется Выставить Дату Поскольку Нас Не запустит С вами Сам Ютуб Субтитры Итак, запас по яркости контраста здесь хороший, разрешение которое YouTube нам позволил максимально 480, но напомню это максимально для данного дисплея, поскольку здесь 480 на 800. Качествоображения хорошее, пикселизации не наблюдается, при этом дисплей обладает достаточно большими углами обзора, даже на максимальных нет затемнения или инверсии цвета и четко выражены границы объектов. Давайте послушаем, как дела обстоят со звуком. Звук очень громкий, слышно хорошо, звонок не пропустим, на максимальной громкости преобладают высокие частоты. Перейдем к камере. Камера здесь фронтальная 2 мегапикселя. Соответственно основная 5, есть возможность различных режимов, в частности авторетушь, панорама, непрерывная съемка, ночь, спорт. Также по настройкам здесь есть режим фокуса, автофокус, макро, значение экспозиции, чувствительность, баланс белого, режим измерения, размер видео, как мы видим и максимально здесь HD 1280 на 720 при 30 кадров в секунду. Режим записи, место сохранения. Максимально, как мы видим, может снимать фотоаппарат 5 мегапикселей, 2576 на 1032 сношения сторон 4 на 3. Как это будет выглядеть. Давайте попробуем сфотографировать торец коробки. Благо здесь есть автофокус, который позволит нам сделать четкую картинку, тем самым мы видим, несмотря на 5 мегапикселей, все линии четко видны, даже есть некоторые дефекты наклеечки, четко придраться не к чему. Для 5 мегапикселей я считаю, что очень-очень неплохо. По техническим характеристикам, что можно сказать по этому аппарату? В принципе, он для своего класса, на мой взгляд, очень неплохо производительный. Antutu бенчмарк показал 22000, что, на мой взгляд, очень-очень неплохо. По информации сейчас подгружает нас Antutu. К сожалению, долго. Попробую сказать по памяти. Значит, процессор здесь с предметом SC 8830, 1,2 ГГц, 4 ядра. Оперативная память здесь 1 ГБ, 8 ГБ встроенная, около 4,5 ГБ доступных. Основная камера 5 мегапикселей, фронтальная 2, при этом всем есть Wi-Fi, GPS. Как мы видим, информация не хочет подгружаться. Посмотрим мульти-тач тест. Как мы видим, диагноз дисплей поддержит только 2 касаний, к сожалению. Посмотрим, как это будет все выглядеть в такой простейшей игрушке, как Subway Surface, знаменитый раннер. Здесь персонаж постоянно бежит. И наша задача – преодолевать препятствия, которые встречаются на пути, путем свайпом по дисплею вправо-лево, вверх-вниз. Посмотрим, как будет точно обрабатывать свое время на дисплей нажатия и также качество графики. Итак, как мы видим, прорисовка вдаль хорошая, а вот в заглаживании есть некоторые проблемы, в частности по бокам вагонов. И так есть видно, что некоторые текстуры не до конца прорисованы, скажем так, сглажены, правильнее сказать. Как мы видим, персонаж, в принципе, достаточно четко и быстро реагирует на нажатие, то есть никакой задержки, что позволит на максимальных уровнях, где большая скорость, спокойно делать трюки и не переживать, что экран струмозит и трюк не удастся. Давайте посмотрим, как поведет себя смартфон в более сложных условиях. Поставим игру от компании GameLoft Asphalt 8 в гонке. Здесь есть различные спецэффекты при ускорении, аварии. В стеклах машин отражается небо, поэтому как бы все, дополнительную нагрузку на процессор, оперативную память и, конечно же, требует больше ресурсов. Посмотрим, как он с ним справится. Как мы видим, даже в названии карты видно, что есть проблемы со сглаживанием, некоторые текстуры квадратичные, но в целом выглядит очень неплохо. Конечно же, Asphalt идет не на максимальных настройках, это видно, это бросается в глаза. Но, тем не менее, качество графики вполне неплохое. Тоже, скажем, на средних идет, не на минималке. Управлять машиной легко. Мы видим, четко слушаются руля. Идет небольшой нагрев задней крышки, вот в этой области. Ну, как мы видим, на средних настройках прекрасно смартфон справляется с данной игрой. При этом достаточно быстро вышел, закрыл игру, свернул. Итак, давайте подытожим. Получился неплохой смартфон. В отличие, это, конечно же, 5-ый Android от G360 и другой процессор. В принципе, смартфон мне понравился. Удобно лежит в руке, плавно работает меню. Никаких проблем, лагов я не заметил. Из недостатков, что хотелось бы отметить. Первое, что бросается в глаза, все-таки, хотелось бы побольше разрешения, хотя бы HD. В данном случае 800 на 480 не так критично, но в некоторых моментах видно. Например, YouTube воспроизводит только 480 и так далее. Что, конечно, вот это больше всего, на мой взгляд, не так бросается в глаза. А так, неплохой смартфон с аккумулятором 2000 мАч. Как обещает производитель, время воспроизведения аудио до 40 часов, видео до 9 часов. Время разговора в 3G до 10, в интернете до 9 часов. В принципе, нас при активном использовании на сутки в режиме экстренуального дневного сбережения на двое будет хватать. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok